дорогие коллеги добрый день еще раз доброе утро сегодня мы поговорим о препаратах американской европейской линейки из высокоочищенной гиалуроновой кислоты liquid имплант одни из моих любимых филеров которые мы представляем россии которые очень популярны европе уже более 10 лет они являются золотым стандартом высокой степени очистки и вся линейка не содержит лидокаин потому что данный момент уже все дерматологи мира решили потихонечку приходить на препараты не содержащие анестетик в связи с большим числом аллергических реакций связи с вакцинацией постоянной ревакцинации то есть мы хотим обезопасить себя и пациента меня зовут савельева галина олеговна я врач дерматолог косметолог трихолог международный тренер компании новопутис спикер и врач клинике тори бород москва кратенько пройдемся по филлером смотрите филлеры на данный момент мы говорили есть монофазные есть бифазные представители это рестилайн монофазные в принципе вся остальная линейка но буквально с 2017 года совет экспертов признал что филлеры мы говорим что они все являются когезивными гелями сейчас уже неграмотно говорить монофазные и бифазные продукты мы делим препараты в зависимости от их свойств и и самое главное свойство филлеров на которые нам стоит обратить внимание чтобы выбрать правильный продукт это текучесть эластичность и g prime текучесть филлера это легкость в работе и вязкость геля да насколько нам удобно работать наших насколько нам легко давить на поршень это удобство доктора эластичность это способность геля противостоять силам сжатия и давления в тканях человека это как филлер ведет себя в тканях соответственно именно свойство эластичности говорит о комфортности пациента о смещаемости геля при мимике когда мы говорим о подвижных зонах как приоральная зона здесь мы можем посмотреть да как филлер располагается распределяется в тканях человека то есть мы инъецируем и на него действуют силы деформации силы растяжения и силы компрессии соответственно при мимике потому что ткани человека они подвижны связки подвижны жировые пакеты подвижны остановимся на линеечке лифтатом план значит все препараты без содержания анестетика без лидокаина ультракаина концентрация гиалуроновой кислоты одинаково составляет 25 миллиграмм на миллилитр и разница между ними состоит в разнице степени сшивок да бдд то есть концентрация тоже является одинаковой везде по всем европейским стандартам препараты сертифицированы очень сложно получить сертификацию всего в европе мы об этом знаем отличаются имени по свойствам вязкости и по концентрации по степени сшивка между остатками гиалуроновой кислоты эта краткая табличка можно ее принципе зафотографировать это производитель нам дает средние характеристики каждого продукта мы остановимся на каждом продукте сейчас подробнее то есть вот он бдд е менее 2 да это основной компонент безопасности идет осмолярность очень важна осмолярность филлера это степень комфорта пациента чтобы не было было меньше минимализировано ощущение распирания и жжение при введении а продукт liquid implant labium это продукт в основном идет для губ для зоны носогубных складок и легкая потеря объема в средней трети лица у молодых пациентов продукт средней полуплотности котис универсальный продукт и оральная зона это различные гисетные морщины возрастные губы легкая натуральная коррекция губ морщины области межбровья морщины в области носогубных складок тоже это уже у нас идет такие поверхностные дермальные морщины она работает для области шеи и декольте и liquid implant последний sap cutis это такой хит потому что это максимально удобный продукт для восстановления действительно потери объемов ткани средней нижней трети лица и для контуринга лица сейчас самая актуальная тема это углы нижней челюсти подбородок прекрасный продукт волюмизирующий ну кратенько пройдемся что компания она уже более 10 лет у нее абсолютно есть все сертификаты качества собственное производство ну и соответственно такое скрупулезное скурупулезное европейское качество офисы у компании в майами и во франкфурте то есть принципы препарат поставляется во всей европе поговорим мы сегодня из полной коррекции лица пройдемся мы по шкале это международно признанная шкала старения по которой мы оцениваем наших пациентов да с 25 лет начинаются легкие возрастные имения 35 появляются тени то есть мы видим усталость к концу дня при определенном освещении сейчас это очень видно явно на селфи когда мы делаем да инстаграммные лица при определенном освещении мы видим уже потерю объемов на защечную борозду потери объемов области нижнего века 45 лет это уже идет потеря жировых пакетов и начинается старение костной структуры лица и 55 лет это опущение связок это опущение жировых пакетов деформация костной структуры резорбция костей и соответственно уже очень выраженные возрастные изменения у нас сейчас в косметологии и в медицине общепризнаны 5 признаков профилактики да то есть это именно приветственная медицина профилактическая медицина предиктивная и медицина которая основана на профилактике возрастных изменений по данным дата флоу это международный портал 2020 года конечно максимально популярные процедуры это аугментация губ это увеличение губ это увеличение на втором месте идет области щек скуловой зоны это нос сейчас это последнее время очень популярная процедура почему-то вторичные пациенты после ринопластики очень часто к нам приходят недовольные результатом так как мы знаем что ринопластика это одна из самых операций которая сопровождается большей степени недовольтворенности пациентов переорбитальная зона и вот совсем небольшое количество занимает область виска и лба аугментация губ кратко пройдемся потому что у нас уже был отдельный семинар то есть увеличение губ коррекция возрастных изменений классическая техника инъекций на препаратах ликвид имплант это техника интрадермального ведения на границе пжк это линейно-ретроградное ведение либо болюсное ведение я выбираю для этих зон продукт лиобиум и кутис остановимся подробнее когда мы что выбираем мы знаем что на губы очень сильно влияет постная структура нижней трети лица поэтому сразу оцениваем пациента если у него деформации прикуса особенно это касается прогинии очень часто встречается более выдвинута нижняя челюсть либо прогнатия более редко когда верхняя челюсть она верхний зубной ряд заходит за нижней учитывая анатомию губ мы препарат в зависимости от того что хочет наш пациент если наш пациент хочет естественного результата мы выбираем препарат кутис прорабатываем хорошо область красной каймы губ и делаем акцент на середину на колонах фильтрума также мы делаем акцент на границе между слизистой и кожной части нижней губы препарат кутис прекрасно подходит для контура проработки кисетных начинающихся морщин и профилактики кисетных морщин если пациент хочет сочность хочет объем это препарат лиабиум препарат лиабиум мы делаем в технике как болюсных инъекций для акцента в области центральной части верхней и нижней губы так и для проработки контура но кладем его не по контуру а чуть сдвигаясь на 2 миллиметра в область к области слизистой да потому что это препарат все-таки который нам даст объем и пышность типичная форма губ представляет собой это вот наши европейские губы да русские губы это более тонкая верхняя губа в основном это жалобы пациентов и легкое опущение уголков рта такой немножко грустный вид даже у молодых пациентов поэтому техника инъекции она представлена у нас на схеме мы делаем акцент на на среднюю часть на центральную часть в основном верхней губы и кладем небольшое количество препарата для подъема латеральной части губ конечно избегая всегда да мы делаем инъекции избегаем уголков рта мы отступаем один два миллиметра чтобы не создавать здесь лишний объем такую кошачью неестественную улыбку в данном случае когда губы у нас действительно являются тонкими и пациент хочет объем мы делаем процедуру в два этапа а иногда я совмещаю два продукта в один этап но как правило сначала мы идем препаратом все-таки волюмизирующим это может быть препарат для объем для того чтобы этот объем восстановить и вторым этапом мы дошлифовываем примерно через два-три месяца это может быть через месяц уже препаратом кутис для того чтобы этот результат закрепить придать губам красивый рельеф красивый цвет то есть создать такую бьютификацию люблю объединять и в одну процедуру две техники делаем кутис по контуру по границе между кожной частью слизистой губ и непосредственно препарат для объем это возможно болезненная либо техника веерная для акцентов центральной части для подъема для придания высоты губам а что касается возрастные губ и трофические изменения я предпочитаю в этом зоне именно канюальную технику потому что через один вкул мы делаем вкул от угла рта отступая пару миллиметров мы можем проработать верхнюю губу проработать контур да то есть если мы говорим о кисеть и о возрастных губах правило эти пациенты хотят именно восстановление контура и чуть-чуть придания высоты то есть придания объема как это было раньше потому что с возрастом идет во первых деформация скелета резорбция костной структуры гипертонус мышц губы западают во внутрь слизистой и идут атрофические изменения соответственно номер один что нужно сделать это восстановить контур красный каймы губ верхней и нижней губы и придать легкий объем немножко губы развернуть вот с этой задачей мы справляемся канюльной техникой вот здесь один вкул у нас был препарат кутис данном случае мы провели первый вектор вдоль красной каймы губы второй вектор на границе между кожной и слизистой части соответственно из этой же точки идет вектор на область нижней губы и можно проработать еще с этой же точки зайти работать зону носокубной складки очень удобно нетравматично минимум осёка одна точка инвекции контуринг нижний трети лица такой топ ход тема горячая потому что сейчас молодые пациенты у нас очень много пациентов именно инстаграмных до пациентов бьюти сферы у которых нет возрастных изменений но которые хотят именно сделать акцент на четких треугольных таких лисьих лицах на угле четком нижней челюсти то есть именно на контуринг если мы поговорим об анатомии лица то есть нижняя треть вообще это такая зона очень опасная поэтому мы должны быть с ней аккуратный препараты выбирать плотные минимализировать количество препарата в одну процедуру и делать правильные точки инъекции это очень важно потому что здесь идет и сосудисто нервные пучки и ветви лицевого нерва и околоушная железа да то есть естественно не хотим осложнений с этой зоной поэтому препарат мы должны выбирать грамотно и грамотно выбрать точки инъекции вот останавливаясь на анатомии это форт нахай в любимый анатомический аплос я считаю что он должен быть на самом деле на столе у любого косметолога максимально правильно четко полностью описана вся анатомия лица мы видим связку угла связку нижней челюсти мандибулярную связку это для нас точка основная точка инъекции от которой мы отталкиваемся чтобы воссоздать четкость линии нижней трети лица затем мы делаем акцент на углу нижней челюсти прям прощупываем косточку это всегда является точка лифтинга и точкой четких вот этих именно углов до красивого профиля джали и подбородок апекс это костный край подбородка говоря об инъекциях нижней трети лица мы ориентируемся только на костной структуре мы не делаем инъекции в мягкие ткани техника инъекции всегда здесь практически будет надкосничная тоже кстати всегда говорили в течение там 10 11 лет я уже в практике введение на надкосницу сейчас это считается неграмотным юридически мы не имеем права вводить препарат на надкосницу это могут делать только хирурги поэтому уже говорим это препарат мы вводим суп дермально под подкожно-жировую клетчатку но как бы если мы упрощаем вот мы видим срез мы должны находиться под мягкими тканями под жировой клетчаткой под мышцей именно на надкоснице мы не имеем права вводить препарат в мышцу и здесь возникает такой подводный момент потому что все красивые снимки которые мы видим инстаграма когда из пухлых лиц получаются вытянуты препарат как раз введен большими болюсами крупным объемом в мышцы но это грозит через две-три недели пациенту парастезиями невралгиями и препарат смещается поэтому мы инъецируем правильно просто настраиваем пациента на правильный препарат и на двухэтапную коррекцию для бьютификации женского лица создание правильного треугольника я выбираю всегда камеру либо 22g либо 25g здесь тоже мнение на самом деле расходится потому что вот всегда выбирала камеру 22g пока не почитала последние исследования что на этой камере даже еще больше осложнений чем на 25 ну потому что мы уверены что мы в такой сейф безопасной зоне поэтому принципе кому что удобно но конюльная техника инъекции она должна быть точка инъекции это подбородок это угол нижней челюсти ориентир на костные структуры если мы говорим про болезненные техники когда нам нужно именно выдвинуть удлинить подбородок и сделать акцент на углу нижней челюсти это молодые пациенты еще раз повторюсь то это уже идет игла 25g либо 27g и глубокое надкосничное введение мы четко должны понимать что мы на надкоснице чувствовать мы не вводим препарат в мягкие ткани за одну процедуру я делаю 2 мл на одну сторону это максимальное количество то есть 2-3 мл на обе стороны это максимум приглашаем пациента на осмотр и через 2-3 недели повторная сессия прекрасно для этой зоны работает препарат ликвид имплант сапкутис который мы обсуждали в данном модели выполнена процедура именно этим препаратом объем 2 мл потому что в препарате сапкутис максимально количество гиалуроновой кислоты 25 мг на мл максимально сшитый у него очень хорошая вязкость он очень хорошо моделирует контур но несмотря на высокую вязкость он очень хорошо интегрирует в ткани то есть результат получается естественно мы видим у пациентки линии рикетса да то есть это линия от кончика носа до апекса до высокой точки подбородка и шейно подбородочный угол то есть он тупой угол да то есть мы видим больше 90 градусов в норме он должен быть максимально приближен 90 градусов чем более максимально он приближен чем менее он расширен тем считается это лицо более подходит для золотого сечения до более правильным препарат данном случае был введен и канюльной техникой точка инъекции была с угла нижней челюсти мы провели векторы к скуловой зоне вектор провели по четко по углу по костному краю нижней челюсти и болюсная техника увеличения подбородка вот когда про недостаток подбородка в данном случае его нужно увеличивать только болюсная техника канюля не подойдет канюля для выравнивания контура для растягивания наш пациент это профилопластика то есть опять же мы можем говорить либо контуринг нижней трети либо профилопластика да профилопластика это как мы видим пациента в профиль и в три четверти это как раз вот все наши инстаграмные снимки это все наши видеоснимки когда мы не смотрим на себя прямо как нас видят и оценивают люди со стороны здесь тоже получается у нас сдвинулся снимочек показана линия рикетса то есть линия рикетса у нас идет вот здесь более тупая здесь мы ее заостряем то есть к 90 градусов максимально приближаем за счет опять же выдвижения подбородка за счет акцента в области угла именно косточки нижней челюсти это очень важно то есть за счет этого наши лица становятся более худыми более подтянутыми с более четкими контурами но здесь еще когда мы говорим о аугментации об увеличении подбородка не нужно забывать что мы тоже на пациент постоянно разговаривать мы смотрим на него с разных проектов болюсы в данном случае положено 5-6 болюсов препарат сапкутис не более 0,2 миллилитра миллилитра на болюс это очень важно когда мы вводим более большой объем конечно это смотрится более красиво да вот для снимок в инстаграме но для жизни это не подходит потому что болюсы более 0,2 миллилитров они уже анатомически могут беспокоить пациента создавать ишемии создавать парастезии и соответственно нарушать чувствительность да и смещаться потому что подбородок это активная зона если подбородок является очень активным мы видим эту активность мышц я всегда предварительно либо в одну процедуру либо до контурной пластики прошу пациентов проинъецировать ботуотоксин делаю инъекции ботуотоксина для расслабления этой зоны коррекция средней трети лица такая самая наверное уже пресловутая тема то с чего мы всегда начинали зона носогумных складок зона скулы кратенько тоже пройдемся техника инъекций здесь у нас идет она может быть как интродермальная если мы говорим то есть на границе подкожно-жировой клетчатки и кожи если мы говорим о восполнении объемов носогумных складок носа щечной борозды и опять же как правильно говорить подкожная но в нашей практической части надкосничная да то есть введение на надкосницу это как правило болюсная техника для восстановления объемов скул конюльная техника для области носослезной борозды а линейная техника интродермальная это конюльная если мы препарат вводим иглой это всегда кость в данном случае у нас подходит препарат сапкутис препарат кутис то есть это препарат и для восстановления объемов и препарат для коррекции носослезной борозды и заломов кожи в области носогумных складок что происходит с областью средней трети лица вообще лицо у нас стареет как раз начиная с зоны височной и носогумных складок это первые признаки такие возрастных изменений идет изменение костной структуры расширение глазничного края расширение носовой щели апертуры да и редукция уменьшения подбородка то есть лицо как бы плывет как отмороженное снизу сверху вниз поэтому очень важно молодым пациентам профилактически делать акцент как раз на скуловой зоне и на носогумных складок потому что это первые маркеры старения плюс помимо костной структуры у нас есть жировые пакеты которые с возрастом начинают тоже терять объем и здесь начинает терять объем в первую очередь компактной скуловой зоны жировой пакет щечный жировой пакет до живого пакет нижней челюсти в меньшей степени то есть больше идет потеря объема в средней трети лица соответственно мы должны давать пациенту объем хороший не бояться больших доз препаратов верхней трети лица и наоборот делать слим коррекцию контуринг меньшим объемом препарата чтобы сделать более худой и подтянутой нижней трети лица то есть вот зона где при объема препаратов мы можем играть вот как нам хочется височная зона более миллилитра зала раз щечная зона 1-2 миллилитров смело в эту зону прекрасно помещается а техника инъекций а здесь я придерживаюсь мурисия дыма и это мди кода на мой взгляд вообще золотой стандарт да который подходит абсолютно всем препаратам абсолютно логичное укрепление связок скуловой связки связки угла нижней челюсти вандибулярная связка и объемы там где нам необходимо точки или 4 или 3 или 8 средняя треть лица для вот создания яблочек пышности я очень люблю для этих зон коррекции препарат именно сап кукис иногда я выбираю кукис для волюмизации височной зоны я предпочитаю технику конюри препарат сап кукис один миллилитр смело в каждую зону игла 22 джи для височной зоны выбираю 22 джи так она является более безопасно для тонкокожих пациентов с очень выраженным венозным рисунком 25 джи потому что 22 джи она травматичная и бывает что синяков ничего нет вот отек на нее держится долго вены сдувается центру некомфортно если мы говорим про болюсной технику болюсную технику инъекции я предпочитаю именно по точкам md codes средний третий лица вдоль скуловой связки то есть точка апекс на это самая главная точка объем препарата здесь оставляет 0 2 миллилитра дальше мы идем снизу вверх поддерживаем сначала скуловую связку снизу эта точка самая выступающая точка скулы затем идем наверх приближаемся к виску вдоль тела скуловой кости и самая высокая точка здесь мы уже можем играть препаратом зависимости от того что хочет наш пациент если он хочет высокие подчеркнутые скулы вот как у джоли такие яркие здесь мы делаем не одну точку а две три то есть прям буквально идем полосистой части создаем высоту если это просто именно возрастные изменения мы хотим снизить выраженность носогубной складки убрать усталость мы делаем акцент на центральных точках но я уже не ввожу в связи с большим количеством усложнений пациенты которые к нам приезжают с осложнениями да мы тоже активно занимаемся осложнениями в клинике и я не ввожу более 0 2 миллилитров болиса в одну точку лучше сделать несколько болисов рядом и конечно обязательно аспирационная проба зона очень богата сосудами аспирационная проба даже двойная аспирационная то есть в кол мы шприц на себя тянем ждем не менее 7 секунд это тоже уже исследование многочисленный прекрасный врач я не ван лохом это компания мерс он исследовал очень делал много более 1000 аспирационных проб и менее 7 секунд аспирационная проба она является непоказательной и соответственно остальные точки мы делим да то есть то же самое количество болисов может быть много но каждый болис это 0 2 миллилитра максимум более 4 миллилитров я не ввожу за раз то есть то максимум 2 миллилитра на каждую сторону потому что сейчас у нас все пациенты с лимфостазами очень много они компенсированы гормональные это щитовидная железа это различные отечности различные аллергические реакции нам не нужно создавать объемы и пастозность мы за лифтинг соответственно лучше пригласить пациента через две-три недели надо коррекцию потому что за один раз если вы даже 8 шприцов ведете это будет чудесный результат но это может действовать именно способствовать задержке жидкости лимфостазу и пациент увидит себя отечным да он не увидит эффект лифтинга в данном случае это моя пациентка молодая пациентка 30 лет а прекрасная девушка уже с признаками усталости жалобы на усталость особенно во второй половине дня на каких-то снимках при повороте три четверти мы видим носослезная носощечная борозда носогубные складки и уже такое легкое смещение жировых пакетов 1 2 степени в данном случае мы не корректировали подбородок то есть мы подбородок оставили на вторую коррекцию через месяц и вот именно эффект вот такой хорошей волюнизации и даже улучшение контуру нижней третьей за счет скуловой зоны был достигнут потому что у нас сначала прежде чем работать нижней третью мы всегда прорабатываем верхней третью здесь было использовано 2 миллилитра препарата липид имплант сапкохис техника была болюсная только болюсная техника мы не заполняли носослезную борозду мы заполняли и в технике индико среднюю треть то есть было раз два три четыре болюса чтобы выдвинуть немножко скулу и один более загрушевидное отверстие то есть один миллилитр на каждую сторону препарата следующая пациентка это коррекция средней трети лица мы тоже видим а в данном случае тоже был запрос именно на область глаз на темные круги под глазами но мы знаем причину и усталость причину темных кругов образования это у нас сосуды вены тонкая кожа и оголение смещения жирового пакета то есть здесь в данном случае была произведена два было использовано препарата это был и препарат сапкутис в количестве 1 миллилитр для поддержания скуловой зоны прежде всего поддерживаем скуловую зону и препарат кутис для введения зону пальпобромолярной борозды получается для того чтобы снизить уплотнить кожу во первых за счет геля да идет такая подложечка убрать темные круги убрать усталость и сделать немножечко взгляд вот эта пальпопромолярная борозда она продает усталость значительную но у пациентки был хороший костный край костный край здесь был очень высоко то есть мы знаем если у пациентов костный край находится низко мы никогда не корректируем насослезную борозду выше костного края мы не идем мягкие ткани тогда мы работаем только со скуловой зонки пациентка гармонизация лица запрос был на коррекцию асимметрии в данном случае да а пациентка не хотел оперироваться хотя вот здесь нижние веки мы видим явные жировые пакеты то есть это прежде всего пациентка пластического хирурга тем не менее коррекция лица асимметрия она не была связана ни с чем она была не было ни неврологическая не травматическая да то есть пациентка она все травмы отрицала она была связана именно с прикусом с особенностями прикуса в данном случае это прогнатия более выдвинута ортопроците а прогения более выдвинута нижняя челюсть вперед и соответственно пошел перекос из-за костных структур и на мягкие ткани используя на два препарата а два миллилита препарата саппотис сразу скажу асимметрию выровнять до конца никогда не удается если это не неврологическая да то есть если мы не знаем причины что какая-то неврология если это не какие-то проблемы с лицевым нервом нервом нервы ты к сожалению за счет именно филлеров это дело неблагодарное мы можем улучшить ситуацию мы выровнять не получится потому что асимметрия идет от костного скелета это очень важно а филлером мы восстанавливаем объемы мягких тканей то есть в данном случае это работа с портодонтом номер один да но тем не менее хороший результат пациентка довольна и вот чем мне еще тоже нравятся препараты саппотис что они действительно очень хорошо волюнизируют поднимают ткани концентрация 25 миллиграмм на миллилитр она дает очень хорошую волюнизацию они не растекаются если мы выкладываем канюли да то есть мы делаем более легкий такой контур как бы размазан препарат но при игольной волюстной техники он четко фиксируется в тканях переорбитальная зона одна из самых сложных зон на самом деле очень редко я сейчас за нее берусь в основном это пациенты для пластического хирурга а потому что в сфере особенностей строения переорбитальной зоны это очень выражены жировые пакеты которые притягивают воду на любой препарат на любой филлер независимо от концентрации независимо от шивки да филлер это гиалуроновая кислота даже если она высоко молекулярная поэтому очень аккуратно работаем с этим пациентами небольшими объемами и выбираем поэтапную коррекцию в связи с чем идут проблемы в области носослезной борозды как молодые пациенты это связи с тем что идет связка орбитальная расположение низкой связки и выраженность жирового пакета то есть просто это генетический анатомический жировой пакет мы знаем что в лифропластику сейчас пациенты даже 20-25 лет идут на операцию к хирургам если она трансконъективальная то есть наша задача слегка подубрать этот жировой пакет если он выраженный потом только мы можем работать по технике инъекций всегда в периорбитальной зоны это подкожная надкосничная либо конюей либо иглой неважно мы работаем именно под мышцы мы не имеем права класть препарат на мышцу иначе это будет провоцировать отек причем отек именно чем они не то что опасны они приятны они отсрочены они возникают не сразу а через четыре через пять месяцев нам приходят письма счастья а в периорбитальной зоне для меня я выбираю в основном да две техники инъекции это конюльная в первую очередь когда мы супра переостально выкладываем препарат точка инъекции у нас идет средняя часть центральная часть щеки и мы выкладываем препарат не только область носослезной борозды но и в область пальпобромолярной борозды для того чтобы сделать эту зону переход между щекой и краем орбиты более плавным игольную технику для конюльной техники выбираю препарат cookies liquid имплант для тонко кожих пациентов и пациентов у которых не сильно выражена носослезная борозда для пациентов у которых более плотная толстая кожа с большой потерей объема я могу выбрать препарат лиобиум потому что это тоже довольно универсальный препарат он слегка лучше держит объем но коррекцию носослезной борозды мы всегда начинаем с коррекции скуловую зону это номер один то есть сначала мы корректируем скуловую зону препаратом sap cookies плотным и затем уже после этого либо в одну процедуру либо через две недели корректируем носослезную зону игольную технику я тоже очень люблю когда игла 30g препарат cookies прекрасно подходит через эту иглу микроболюсно мы корректируем четко по кости в области носа щечной носослезной борозды то есть четко по кости идем оставляем микроболюса приподнимая ткань не более 0 4 миллилитра филлера на одну зону то есть на один глаз это золотой стандарт мы делаем процедуру коррекцию через недокоррекцию приглашаем на осмотр и смотрим пациента в данном случае молодая девушка то есть моя пациентка здесь мы корректировали начали на коррекцию с области средней трети лица был введен 1 миллилитр по 0 5 миллилитра на каждую зону препарат sap cookies чутко болезненная техника просто поддержать косточку да носогубные складочки приподнять и вторым этапом конюльная техника веерное введение препарат лихий тамплант cookies для коррекции как раз носослезная пальпопроволярная образца здесь это анатомические изменения это невозрастные изменения плюс еще мы видим что пост акне есть у девушки были высыпания рубцы кожа атрофическая ее баланс снижен ресурс она быстрее подвергается именно опущению ткани вот на этих пациентов мы должны обратить внимание пациентка тоже моя это моя любимая пациентка которая к сожалению не готова на вообще на пластику хотя пациент для пластического хирурга первичного есть противопоказания к наркозу соответственно мы восполняли объем здесь было использовано 2 мл препарата ликвид имплант sap cookies опять же зона скуловая зона угла нижней челюсти и препарат для коррекции носослезной борозды ликвид и план cookies 1 мл даже меньше 1 мл буквально было 0 2 на каждый глаз и остаточек 0 6 мы ввели для освежения области вокруг да то есть запросы здесь это профилактика кисета это свежесть без объема таким образом значит 2 мл препарата sap cookies 1 мл препарат cookies прекрасный результат да то есть филлеры не расширяют это ошибочное мнение правильная постановка филлеров дает более узкое лицо то есть мы работаем четко по связкам по костной структуре молодая девушка а именно об анфас это не видно в профиль четко видно что именно усталость запрос убрать усталость стереть усталость лица опять же идем восстанавливали сначала один миллилитр cookies 0 5 на каждую сторону восстанавливаем объем средней трети лица и скуловой зоны и тут же вводим конюльная техника верная препарат ликвид имплант cookies в область носослезной и нососчечной бороздой мы немного сейчас поговорим именно о том что говорит производитель да то есть здесь мы видим именно удовлетворенность пациентов через 6 месяцев после реакции прекрасные результаты 44 процентов более удовлетворенные хорошо 49 и как бы особо не заметили разницы всего лишь 7 процентов и через 9 месяцев что для нас важно да мы оцениваем препарат не через две недели не через месяц а как раз через 6 9 месяцев как он хорошо интегрирует как он себя ведет в тканях прекрасно удовлетворенный 45 процентов идет хорошие 42 и удовлетворенный 13 процентов то есть это очень хороший показатель это говорит о том что препарат не смещается не мигрирует у него хорошая вязкость и эластичность опять же самые частые области инъекции на данный момент это область верхней губы область губ да и область подбородка да то есть так оно и есть самые максимальные самые частые зоны это более ста пациентов исследования до удовлетворенность пациентов как часто какие процедуры они делали это область скуловая естественно область подбородка носогубные складки но мы сейчас не инъекцируем носогубные складки да мы делаем только одну грушевидную апертуру точку то есть мы выталкиваем и улучшаем эту зону с помощью скулы высокая удовлетворенность пациентов то есть говорит еще раз о том что продукт видите на небольшом количестве продукта один миллилитр два миллилитра чаще всего один понятно потому что финансово больше двух трех миллилитров мы не делаем пациенту если это не модель для инстаграма или для семинара потому что это дорогостоящее и такая высокая хорошая удовлетворенность препарат запутись вот запутись это контуринг у нас спасибо за внимание дорогие коллеги буду рада ответить на ваши вопросы и всем спасибо до свидания пробуйте прекрасные работы прекрасный препарат делитесь вашим клиническим опытом и а и и и и и и и